Приветствую всех друзей, вы на канале Шэдвилл Плей, меня зовут Дмитрий, друзья, мы продолжаем с вами Ведьмака Третьего, там ходит голый докер, а мы вместе с карликом по имени Йеннифер отправляемся спасать какую-то Маргариту. Да, Йеннифер уменьшилась в последней серии в размерах, смотрите, вообще её практически не видно из-за кустов, если бы в кустах стояла, то вообще бы вы не различили. Но это конспирация, это конспирация, она у нас теперь краснолюд. Всё, пошли, мне надо прыгать в колодец, Йеннифер остаётся здесь. А, я думал нам конец уже, думал колодец у нас поменьше будет. Великий побег, обыскать развалины. Начинаем с вами искать возможность попасть в тюрьму, Аксенфурдскую, я застрял. Так, а ну. Угу, я вижу сундуки. Не могу же я их пропустить. Так, дайте, что-то у нас рунные, рунные, рунные хлопок. Кто-то, кто-то их здесь, интересно, оставил. В колодец кто-то бросал, наверное, да, когда убегал. Так, пошли к свету. Нам надо плыть в свет, это, напомню, последнее задание. Из приготовления перед походом на дикую охоту. Я нашёл выход. Ну и темнота. Сейчас подсветим. И Енифер это последний человек, который нам нужен. Кладбищенская баба. Что это ещё за баба кладбищенская? Водную знаю, кладбищенскую не очень. Пошла вон. Зараза. Какая резко это. Всё, мы её уделали. Зачем она нужна была? Ну и подземелья тут под Оксенфуртом. Оксенфуртом. Никому б не пожелал бы здесь побывать. Ой. Подожди, мать, сюда выплыли. Как эта баба... Подожди, мать, сюда выплыли? Нет, мать, сюда выплыли. Подожди, а тут что? Нет, можно туда ещё заплыть. Ну ладно, давай по лестнице вверх. Мне кажется, надо подниматься. Опять же. Очередной расхититель эльфских гробниц. Ага. Какое-то тело ещё лежало. Надо учить её включать, а то пропустим многое. Опять вода какая-то. Ещё какая-то баба утопится. Ух ты. Спас друга. Тихо. Прекратите это. Насилие. Хорош. Разбросали. Так, тут мутагены всякие. Глаза с чудовищ. Давай, забирай, забирай, забирай. Там ещё можно было погулять. Ну что-то я туда не пошёл. А надо бы. Переходи до сундук. Он самый. Тут ничего. А, ещё один. В траве весь. Магические рыцарские перчатки. Какая-то фигня. Ей, в Москве что-то проход... А, вот это не проход. Это какой-то... Какая-то статуя модная. Ладно. Это что? Рычаг. По-моему, мы идём правильно. Давай, заныривай. Поднырнули. Возможно, это, конечно, круг. Не исключаю этого момента. Да, это круг. Мы выплыли там, где была водная баба. Значит, нам сюда. Механизм сломан. Не хватает какого-то элемента. Может, его удастся чем-то заменить? Замечательно. Вовремя вывел. Да, герой тут ничего не находит. Щупает, щупает. Но темновато, наверное. Ну как, чем? Чем? Косточкой какой-нибудь? Так я там уже был. Ну да, она была неактивна, потому что я квест не взял. Логично. Ну, там ещё какой-то проход, кстати. Странненький довольно. А, это мы отсюда пришли. Спокойно. Значит, он где-то здесь. Хотя я тут уже всех поубивал нафиг. Где мой факел? Ну, и с чем тут можно заменить его? А? А, вот эти. А я его щупал, между прочим. Может, пригодится. Но квеста-то не было. Я его щупал, щупал. Ох, тут вдруг не дощупал. Конечно, пригодится. Что-то раньше его не взял. Пригодится. Конечно, пригодится. Давай, составляй его сюда. Маргарита ждёт. С джентоникой. Это вроде подойдёт. Угу. Войти в подземелье. Захожу. Сейчас нам дадут сохраниться. Угу. Можем налево. Можем ещё направо. И посмотрим, что тут справа. Так, я думал, что много интересных сундуков и тела. И быстрое перемещение вверху. А, ну-ну. Кто тут у нас? Кукла магическая. И... И фигня какая-то. Кукла, возможно, квест. Возможно, и не квест. С виду стена хрупкая. Значит, сломаем. Там много народа, кстати, стоит слева. Предлагаю всех сжечь. Здрасте. Как же здесь у нас? Ой. Подожди, подожди. Темно страшно. Я игни ставил. Получился... Не игни. Беги. Хорош. И сюда. Так, одного разрезал. Не вижу вообще. Бегает, как пёс какой-то. Стой. Ещё и лечится скотина. Отойди от меня. Так, одного зажгли. Это хорошо. Я их до вечера буду бить. Беги, ведьмак. Хорош. Спокойно. Всё, зарубили. В таком узком пространстве, я вам скажу, мы не могли, конечно, достать большие неприятности. Тем более, такие мощные. И много. И узко. Нас когда-то в палатке зарезали. Так, сюда, по-моему, да? Нет, не сюда. Но здесь интересный труп. Как бы чистили свои канализации, хотя бы раз в век. А, вот кто чистил, да. Так, это я сломал, это нельзя брать. Это не то. Есть очистильщик, и вот второй тоже пытался чистить. На самом деле, просто гули сюда стаскивали. Трупяков. Ну, тут наверх подъём есть кровавый. Там сундук. Здравствуйте. Понятно. Здесь у вас рыгачка, да? Он на меня не обратил внимания просто. А, у вас тут несколько. Ой, извините. А чё это такое-то-то? Сейчас убьёт, блин. Так и убили. Там карты какие-то. Блин, мне... Так мне куда? В тюрьму надо было бы... Так я в тюрьму и попал. А чё у меня меткая квеста в другую сторону ведёт? Я просто увидел карты. Там что? Гвинтовые карты? А чё они сияют? Нет, там просто ключ, наверное, лежит. От двери. А прикольно, да? Заглядывая в дырку, какой-то мужик рыгает. На меня посмотрел. Ну, ведьмак и ведьмак. Мало ли кто сюда заходит через ту дырку, правильно? Так я в другую сторону... Квеста в другую сторону вёл. Это я зашёл как бы... Как бы бонусом. Вот мужик блюёт. Нет, мне сюда всё-таки, понятно. Ладно, мужик, блюй дальше. Сейчас я посмотрю, что это за дверь. Ааа, я сюда не вошёл бы. Ага. Так не в любом случае сюда. Ладно, тогда давай его убивать. Здрасьте. А чё нельзя? Всё можно, давай. Нарываешься? Нет. Что смотришь? Белоголовый? Тревога! Чужой хрань! Я тебя убью! Да это что? Огонь! Не надо со мной сядуться. Просто... Я просто бежал вот сюда. Без ключи. Я думал, карты. Так, ключ от канала. Понятно. Тут даже дверь какая-то есть. Сундук. Эта дверь ведёт наверх. В тюрьму! А зачем вот это ключи от вот этих вот дверей-то? Извините за любопытство. Просто интересуюсь. Я здесь был. Это я всё открывал. Это место нам должно быть... ...идеально знакомым. Я не могу припомнить, что это за место, если сундуки даже обыскал. А, винный погреб. Подожди. Всё, понял, где это я. Ага. Да. Это мы с вами просто вышли на улицу. Но проход открыли, если что, пожалуйста. В Аксинфурте мы тут бегали с вами. По-моему, тут даже... О! Заточиться можно, да? А, нет. Это не кузнец. Ладно, пошли обратно. Извините, что вылез. Я вспомнил, что это за место. Тут квест был. Мы тут с близняшками, по-моему, дрались на мечах. Я в эту дверь не мог зайти. Помню, были трудности. Да-да. А, сюда, ладно. Пошли. Ну, тогда мы вышли к тюрьме уже. Прямиком. Не вижу никаких проблем, чтобы пойти всех перерезать этих... ...охотников на ведьм. Сделать из них фарш. Так. Заходим. Алкогест. Химический. Старая фигня. О-о. Здрасте. Ты хоть знаешь, кому дерзишь? Нет. Идите сюда. Берегись. Старая фигня. А-а-а. 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 Уладим все по-быстрому. Сейчас уладим все по-быстрому. А-а-а-а. Вали. Ах-то гад. Уладим все по-быстрому. И быстро, и больно. И быстро, и больно. Что происходит? Кто это? А, Маргарита, ты? А, да. Что за звук женский? Голос. Кто там? Геральт? Из Риви. У меня уже галлюцинация. Я вытащу тебя отсюда. Бесполезно. Без ключа не открыть. Да ладно. Начальник стражи носит ключи при себе. Его комната наверху. Я скоро вернусь. Сейчас все сделаем. Великий побег. Начальник стражи, наверное. Крупный парень. И крепкий. Подсвечник. Чтобы за мной дверь не закрыли. Так, с вами я вас не обобрал, по-моему. Кукла Воду. А тут что? Еще одна кукла. Они думали вас защитит. Эта кукла, да? А у меня нет ключей. Ладно, жди меня. Вообще, как ты тут поживаешь-то вообще? Ну что, готовы? Всем стоять. Ладно. Не здесь. Давай еще дальше. Всем стоять. А, вон там. Ого, вот драка будет. Там целый двор этих. Подонков. Так это не грех их и вырезать, я вам скажу. Здрасте. В сторону. Держи. Горит и отбивается. Вот это... Вот это выдержка у парня. Но это явно был не начальник стражи. Это была пародия какая-то. Подожди. Немного алхимии. Окей. Че он срывается. Чудесный мир насекомых. Вот это я не читал. Вот реально. Самое время, по-моему, почитать. Трудно найти более трудолюбивое и лучше организованное создание, нежели эндриага. Муравьи, пчелы, термиты не могут сравниться с ними в этом отношении. Эндриаги превосходят даже людей в том, что касается предусмотрительности и усердия. Сущность и роль человеческий может извлечь немало пользы, последовав их примеру. Отказавшись от примитивных и устаревших социальных структур феодализма и сменив их на какую-либо форму паука-коммунизма. При пауко-коммунизме у каждой особи есть определенное место в обществе, и она выполняет свою работу ради всеобщего блага. Существует следующая общественная позиция. Рабочий, воин и королева. Каждый ежедневным трудом вносит свой вклад в общее дело. В зависимости от способностей получает из общественных фондов по своим потребностям. Ну, мы узнали о эндриагах, наконец-то. В конце уже игры. Какая-то информация о них просочилась. А мы их просто убивали. Так, ладно, выходим. Сейчас будет трубка большая. Давай, наверное, так. Ну да. Охотник на колдунов. Здрасте. Так, 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 так. А, я понял. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, я лучше. Спасибо, что сказали. Где ребята здесь сидят? В сторону. Ой. Игнем. Давай. Хорошее место. Ты хоть знаешь, кому дерзи. Так, ребята, ну вас многовато. Давай, жги. Бросайте щиты, подонки. О, привет, лучник. Вон, там еще кто-то. Покажи, что умеешь. Ой. Ой. Зажали. Не понял. А где меч? Ты что, Герлит, с ума сошел там совсем, что ли? Меч в руки, блин, возьми. Тоже мне, блин, герой. Взял меч, спрятал. Мочи. Вот это мясо. Смотрите, сколько их тут нарубил-то. Еще кто-то идет. Да чтоб вас. Ешь, ешь пельмешки. Закусывай медом. Бутылки. Уладимся по-быстрому, говорит мужик, снизу. А у меня тут дело еще, да. Ой. Начальник тюрьмы пришел. Какая честь для меня, господин. Тихо. К дверям. У нас каких-то негорючих материалов сделано. Быстро, больно. Иди те же фразы, господин. Иди сюда. Вот мы его и прорезали. Где тут у вас начальник? А вот он лежит. Кукла. Охотник. Ключ. Ну что, вырезали вообще всех. Так, это надо собрать, это хорошо можно продать. Ну, кроме этого. Не, это палец тоже пойдет неплохо. Может даже дороже, чем вот этот магический предмет. Так, палец. Новиградский длинный. Рубаха. Ох, тут мясо сколько. Классно, мы, да? Позицию заняли в коридорчике. Так, двое там погибли сразу. На выходе сейчас посмотрю, что вверху. Не мог сюда еще сместиться. Так, только не выпаде, иначе я не знаю, как сюда возвращаться обратно. А, тут просто так, забег. О, чертеж клинок из Тиртохаир. Волокно. Ну да, если бы я бежал, 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 то по ним я все равно в углу забегают. Хорошо, что давал бой во время передвижения, а не бежал до конечной точки. Ой, сухой крови. Так. Так, 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 так. Тут еще, вот еще. Ладно. Не дотянешься, пока не возьмешь ее. И ворота какие-то. Пока я не закрою. Вот выпал бы я сейчас, чтобы дальше, интересное дело. А где это место? Это тюрьма. Тюрьма находится здесь. Неприступная, по идее. Но мне кажется, что еще есть варианты сюда забраться, не только через подземелье. Так, а куда мне? Вниз, по-моему. Да, вниз. Маргарита, я иду. Маргарита, вы где? А ты говорила, что не смогу, пожалуйста. Выходим. Вы нам нужны. Что ты делаешь? Свобождаю тебя. Сейчас здесь будет Ян. Ой, Ян уже выросла. Рита, что они с тобой сделали? Когда я достану этих уродов... Они там валяются. Я с удовольствием тебе помогу, если доживу. Надо забрать ее отсюда. Немедленно. Заберем. Я не пройду через портал с вами двумя. Тебе придется выбираться самому. Идите. Я все равно не люблю порталы. Да там есть дырка в стене. Можно выбрать. Все, выбраться. Из тюрьмы. Маргарита Ле Антель. Великий побег. Задание дополнено. Двести сорок опыта. Ну тут уже... Ну честно, через ворот аж никак, да? Я думаю. Ну вон дырка в стене. Хотя через ворота ключ-то у меня есть. Запертый. Надо найти другой выход. Да вот он. Ах! Ах! Недорос. Ну, чуть не пропустил. Пару алхимических ингредиентов. А это что у нас там такое? Ведьмак, а ну попрыгай здесь. Не получилось. Провалиться. Ой, тут же начальник был. Я сюда не заходил. Он отсюда, кажется, спустился. Грабли, половник. Странно. Эти вещи лежат в столах. Ну, вот сундук еще есть. Там что? Вилка? Да, почти угадал. Нож. Ну, нож я возьму. О, тут записанники. Есть какие-то раствортути. Как уйти? Сделай сам. Так, записку. Последний момент. В сундуке я хлеб хранил. Правильно. Не испортился. Не попал. Попал. Дайте мне бумажку. Бумажку дайте. Список заключенных. Читаем. Заключенная тюрьма Дейры. Страница 258. Блэд Эвильман. Заключен третьего дня Бирке за использование магии. Несмотря на допрос с пристрастием, не признался виновным. Умер во время допроса седьмого дня Блаты. Артур Дейвлестер. Признал себя виновным на десятого дня Бирке. Приговорен к сожжению на костре. Приговор приведен в исполнение девятнадцатого дня. Маргарита Лоантель. Это наша. Заключена шестого дня Бирке за использование магии. Не признала себя виновной. Рекомендуется допрос пристрастием. Повезло ей. Кет. Или Кит. Не признался себя виновным. Приговорен к сожжению на костре. Ужас какой. Анда Мель. Эльская лесная ведьма. Заключена шестого дня Бирке. Приговорена к сожжению на костре за проклятие, наведенное на жителей Аксенфурта. Не признала себя виновной. Зелона. Чародейка настоящей имени известна. Заключена седьмого. Заколдостой и крывательство других беглых преступников. Приговорена к сожжению на костре. Шипик. Заключен с седьмого дня Бирке за печать и распространение пасквилей, порочащих славную Реданию. Признал себя виновным. Приговорен к повешению. Короче, признаешь, не признаешь, все равно помрешь. Ват. Краснолюд. Заключен с седьмого дня за срывание объявления о розыске беглых ведьм. Признал себя виновным. Приговорен к отрубанию правой руки. Ему повезло больше, да? Грекский. Заключен с восьмого дня за укрывательство преступников. Признал себя виновным. Приговорен к повешению. Хант. Дона заключена 8 дня за хиромантию. Не признала себя виновной, рекомендуется допрос с пристрастием. Драгон Бёрд Настоящее имя неизвестное заключена 9 дня, обвинена в занятиях в нумерологии. Быстро признала себя виновной, приговорена к сожжению на костре. Надо было не признаваться. Second Child Аполлоумио Шаевская прорисовательница заключена 9 дня за подстрекайство к бунту против Святой Церкви. Впала в беспамятство, на вопросы не отвечает, возможно, притворяется. Рекомендуется ждать, пока заключенная не сдастся добровольно. Корулия Заключена 9 дня за службу в отряде с Каэтаэлей. Признала себя виновной и, непечатно выражаясь, приговорена к повешиванию. Хайлен Томми Отказывается называть настоящее имя. Заключен 11 дня за вооруженное нападение. Признался виновным, приговорен к обезвглавливанию. Сикер Настоящее имя неизвестно. Заключен 11 дня бирки по подозрению в шпионаже. Рекомендуется допрос каленым железам. Важно установить личность нанимателя. Мэн Об Нвах Заключен 12 дня. Осужден за многочисленные кражи и разграбление купеческих лавок. Виновным себя не признает. Объявил голодовку. Рекомендуется ждать, пока не сдохнет. Петра Сили Заключена 12 дня бирки. За травмничество и распространение запрещенной литературы. Сит Спайрик Заключен 13 дня. Обвинен соседом в использовании волшебства. Полностью оправдан и выпущен на свободу. Ничего себе, кто-то выжил. Рептилия Мэн Настоящее имя неизвестно. Заключен 13 дня. За участие в многочисленных кабацких драках. Не приходит себя из-за удара по голове. Рекомендуется оказать медицинскую помощь. Нильгардис Настоящее имя неизвестен. Сардук Хар Заключен 13 дня бирки. Враг короны, служащий элитной дворцовой стражи. Нильгардский император. Содержится под усиленным надзором до прибытия военной разведки. Нарс Низушек из Почичуев Лог Заключен 14 дня. За неуплату налогов и вымогательство. Не признал себя виновным. Рекомендуется допрос пристрастии. Короче, вышел только один, которого оговорил сосед. Ну, еще одному руку отрезали. Да, не зря мы их тут расчленили. Маньяки, нумерология там всякая. Так, все, там выход был сюда. Это мы ведьму еще вовремя спасли. Все, я освободен. Окей, назад уже дороги бы не было. Интересно, что я раньше времени выпрыгнул. Мне опять было обходить. Пришлось бы, да? Так, последнее приготовление. Все. Мы выполнили это задание. Теперь только поговорить с Йеннифер. И мы с вами готовы идти охотиться. А, ну да. Неплохо придумал. Просто в других играх я так делаю. Без телепорта. Давай сюда. А, меня сюда и ведут. Охотник за колдуньями. Привет, ублюдки. Ибо не знаете ни дня, ни часа. Ладно, не буду я с вами сражаться. Пока что. Так, Йеннифер, я иду. Я иду, Йеннифер. Под водой можно найти редкие травы, спрятанные или затонувшие сокровища. Ну, ложа, по-моему, уже за нас должна быть. Полностью. А эти все сидят. Мне тут парочка все играет. Эльф и эльфка. И день и ночь на одном и том же месте. Чтоб вас всех забрала дикая охота. Везде война, трагедия. Только у нас здесь весело. У нас здесь всегда весело. Так, мне вверху, по-моему. Вверх или она. Так, еще выше. Геральт. Что такое? Что случилось? Еще ничего, но что-то намечается. Филиппа и Маргарита хотят со мной поговорить. И? Они сказали, о чем разговор? Нет, ну я догадываюсь. Готова поспорить? У них есть на меня какие-то планы. И они милости вы заблаговолели меня в них посвятить. Я пойду с тобой. Сомневаюсь, что ты отвертишься от этого разговора. Если хочешь, я могу сходить с тобой. При тебе они наверняка будут говорить более взвешенно. Не уверен, но... Одна голова хорошая... А, ветка, ветка! Пойдем и закончим с этим. Чуть не убила ветка нас. Ну что, ведьма, вы будете нас поддерживать, нет? Вы хотели поговорить с тобой, не с Геральтом. Геральт остается, и мы оба уходим. Я адвокат говорю. Стоит Цифиль. Он все равно все узнает. Хорошо. Если только не будет встревать. Я весь во внимании. Считай, я просто декорация. Ты наверняка помнишь, что у Ложи некогда были серьезные планы в твоем отношении. Предполагалось, что ты пройдешь обучение и станешь одной из нас. К сожалению, тогда у нас ничего не вышло. Теперь мы намереваемся восстановить Ложу и снова делаем тебе предложение. Присоединяйся к нам. Так же, как тогда, собираешься выдать меня замуж и сделать вашей марионеткой? Тогда ты была ребенком, а мы плохо оценили ситуацию. Теперь мы предлагаем тебе партнерство. В Ложи всегда кто-то правит. Ложа поставлена вне закона. Ты будешь в бегах. Ложа Чародеек поставлена вне закона почти на всем континенте. Присоединиться к ней значит постоянно рисковать, постоянно быть в бегах. Короли умирают, королевства распадаются, а магия живет. Пойми, что ты была создана для великих дел. И в союзе с нами ты сможешь их совершить. Только мы научим тебя контролировать силу. Для этого у меня есть овалак. И ты это допустил? Ты правда веришь в его чистые намерения? Так же, как и ваше. Да, ему можно доверять. Уверен, что его намерение чище ваше. Знающие всегда имеют тайные цели. Они никогда ничего не делают бескорыстно. Ты орудие в его руках, даже если сейчас этого не видишь. Мы дадим тебе знание и защиту. Но ты будешь сама себе рулевым капитаном и кораблем. В отличие от Авалакха, мы можем это обещать. Мы не ждем от тебя в данную минуту никаких решений. Обдумай наши слова и поговорим, когда будешь готова. Если это все, то... Мы едем на Скеллиге искать солнечный камень. Авалак ждет в порту. Ну что? Не знаю. Я не хочу это обсуждать. Пойду пройдусь. Я надеюсь, что... Ничего с ней не будет. Она крепче, чем нам кажется. Лучше загляни-ка Авалакху. Вроде он хотел тебя видеть. Блитный апартамент. Встретиться с Авалакхом. Так. А где он тут обитает-то? А, на корабле. А я думал, он здесь обитает. Подготовка к битве. Новое задание. Тут тупик. Спать, спать, спать. Дайте мой ящик. Блин. Как меня еще не обокрали в таком хаосе. Хоть бы какой-то уголок задвинули мой ящик. Там уголок был, кстати, прикольный. Можно было бы там это все сбросить. Так. Эти все мечи, конечно, надо продать. Подчиниться. Нафиг они мне нужны. Это продать. Продать. Короче, все продать. Мне кузнец нужен какой-нибудь. Чтобы это все толкнуть и подчиниться. Как дела, Лютик? У тебя есть минутка? Для тебя всегда. Понятно. Увидимся. Какой-то Лютик безучастный в третьем Ведьмаке вообще. Во втором мы постоянно с ним взаимодействовали. А здесь Золтан больше играет роль, чем Лютик. На самом деле, лучший же друг. Как-никак. Только с Таверной мы вот это квестом помогли сделать. Да и все. Так. Давай это все выбросим. Чтобы она меня не тяготила в путешествии на Скеллиге. И продадим вот эти мечи. Какие-никакие, но деньги. С проклятой куклой еще сдам всякие-то. Ножи. Шкуры. Шишки. Мясо проклятое. Скоро у меня этот сундук взорвется, я чувствую. Ну так еле терпит вот это все. Так, ну что, мусор сбросили? Сбросили. Теперь сдадим вот эту ерунду всякую. Что у меня тут еще? На платве ничего. Это мы забросили. 91 гвоздь. Он ничего не весит. Ладно, вот это что? Чернильница 0,5. Прах 0,8. Бокал. Ну это да. Случайно сходил. Вот это что такое? Полированный крин. Ладно, пусть будет. Необходим для задания, тем более. Какого? Может оно уже было? Может не было? Так. Это еда. Это гниющее мясо. Обычный предмет. Необходим для задания. Тоже какое-то задание. Ну все, тут норма. Тут в принципе норма. Вареники, мясо. Все, пошли отсюда. Пошли, пошли, пошли. Кузнец. Срочно. И на корабль к овалаку. Такая смешная дамочка. Я должна отдохнуть. О, риданец. Или как там тебя зовут? Риданский солдат. Все пьяные, все убитые. Ну, ка-дец, ночи не работает. Как я помню, да? А, нет, наш работает. Хатори всегда работает. Это хорошо. Здравствуй, Ген. Короче, покажи мне свои товары. Срочно. Покажи мне свои товары. Забери мои товары. Царльцовские перчатки. Смело забирай. Эту фигню забирай. Так. Охотников за колдуньями. Ну ничего, по 71 монетке. Да, простые, кстати, подороже, я думаю, стоят. Чем вот эти всякие. Они по 170 стоят. Так, забросали. Сотня у меня осталось. Че так много у меня вес такой большой? Ладно, мне эти 60 килограмм. А, вот. Вот это, по-моему, весит дофига. Да, чистое серебро надо было еще выложить. Ладно, пусть будет. Если что, расплавим, переплавим. Сколько на 3 килограмма? Все, ничего страшного. Почини меня. Отлично. Ну все, я готов. Будь здоров. Плыть на свое любимое Скеллиги. Где тут ближайший телепорт? А, собственно, можно добежать пешком. Даже плотву будить не буду. Где-то я тебя тоже. Как я тебе? Вроде как нам играть. Я тебя не увидел. Потом скажу как-нибудь. Так, вот здесь телепорт. И вот здесь корабль. Ну что, вперед. На Скеллиге. Ой. Ой, тут все ведьмы. Если вы можете защитить Цири от дикой охоты, император вас амнистирует. Надеюсь, мы можем тебе доверять. Надеюсь, мы можем тебе доверять. Может. А что с рингильей? Не знаю. Но я поговорю с ним. Дамы. Вы еще как следует не поздоровались, а уже плетете интриги? Такова наша натура. Я не ослышался. Ты уговорила императора простить их? Если они помогут защитить Цири. Что-то не верится, что он пошел на подобную сделку. Не хочешь, не верь. А что там с фрингильей? Рис говорила, что вы не смогли с ней связаться. Возможно, потому, что она сидит скованная двумя ритом в императорских застенках. По крайней мере, именно на это намекала Рита. А она откуда знает? Ее саму едва выпустили. Перед тем, как ее схватили, она встречалась с фрингильей. Та сказала, что император ее вызвал, и что после встречи она объяснит, в чем дело. Больше фрингилью никто не видел. Я думал, такие драматические исчезновения происходят только вблизи Родовида. Не нравится мне это. Мы так не договаривались. Когда все кончится, я вызову императора на честный разговор. Пойдем, все уже нас ждут. Ладно. Геральт. Так, это мы уже все обсуждали. Спасибо, до свидания. Так, есть. Филиппа тоже пошла. Все, уходим. Все на борт. Лучше драйд палубу. Трис. Все на месте. Цири. Женская сборная какая-то у нас получилась. Тут у нас тоже все в порядке. Пока. Цири. У тебя есть минутка? Конечно. Тут тоже все обсудили. Мне надо бежать. Даже поговорить не о чем. Потом поболтаем. С людьми. Залезу в бочку тогда. Там ничего нет. Так, а, нет, не женская сборная. Есть оволак еще с нами. Кровостой. Дай мне минуту. Погоди немного. Я кое о чем забыл. Я должен осмотреться. Ой. Извините. Ну, в чем дело? Ну что, ты можешь не благодарить. Я всегда рад спасти твою задницу. К вашим услугам. Ты спасал меня, потому что я тебе нужна. Ты правда приказала убить Дикстру? Ты правда когда-то собиралась убить Дикстру? С чего бы вдруг? Ты забыл, что мы были любовниками? Мне почему-то кажется, что для тебя это достаточный повод для убийства. Собственно, я все думал, почему вы расстались. Понимаешь, Геральт. Некоторые люди отделяют политику от личной жизни, а некоторые не отделяют. И к каким принадлежал Дикстра? К тем, что скучнее. Прощай. Так, еще одна наша освобожденная. Как ты себя чувствуешь? Уже лучше, спасибо. Если бы не ты, все могло бы быть гораздо хуже. Я перед тобой в долгу. Благодари, Йеннифер. Это был ее план. Я думал уж кто-кто, но Маргарита Луантиль никогда не попадется охотникам за колдуньями. Не если бы дело было только во мне. Но у меня под опекой были студентки. Мы понимали, что охотники возьмутся за Эритузу раньше или позже. Так что, когда я услышала, что Трис организует переброску магов в ковер, то долго не колебалась. Я взяла группу адепток, и мы приехали в Новиград. Но прежде чем я связалась с Трис, нас схватили и бросили в Дейры. Я не видел там других чердей. Потому что их сожгли. Живьем. Одну за другой. Самых способных девочек на севере. Меня Родовид оставил на десерт. Но мы Родовида съели первыми. Если ты здесь, то что же стало с Эритузой? По приезде в Новиград я получила сообщение от Берута и Карти. Коротенькую записочку. Реданцы заняли школу, библиотеки сожжены. Горстка учениц бежала с Ниной Вивера, остальные мертвы. Это конец. А советы Капитул не вмешались? Ты шутишь? Это они попросили Родовида вмешаться. Сразу же после того, как он назначил их на должности. Прощай. Да. Грустная история. Ну все, по-моему, со всеми... А, он верхующих тут... Ты кто? Моряк. Ахой. Ладно, все. По-моему, мы закончили в Новиграде. Подготовка к битве. Все уже здесь, мы их ждали. Да, поплыли. Поднимаем якоря. Да, наш любимый скеллиги. И куда мы там направимся, интересно. В какой регион? Ундвик. Там бессилие. Ворону выплюнул. Ну, теперь мы знаем, где его величество Эмгир Варэмрейс. Он решил завоевать скеллиги? Он же знает. Там мои друзья. Он хочет подарить острова тебе. Вместе с Цинтрой и остальной империей. Здесь есть и свои плюсы. Ты думаешь? Императору придется помочь нам в бою с охотой. И мы нашли Фрингилью Вигу. Флотилия здесь. Эмгиры. Охоте не сдобровать. Давайте уже быстрее искать этот солнечный камень. Похоже, на скеллиги у нас набирается куча дел. Нам нужна Фрингилья Вигуа. Можете меня телепортировать на корабль Император. Мы даже не знаем, что такое солнечный камень. Пока мы даже не знаем, что это за солнечный камень. Его создали, чтобы эльфы холмов могли призвать корабли Айенейля. Теперь это символ упущенного шанса на объединение двух народов. Так никто из вас не знает истории о Гелване и Диллиан с белых кораблей? Расскажешь? Обожаю эльфские легенды. Гелван был знающим из народа Оно. Он влюбился в эльфку из Айенсиды. Но Диллиан отвергла его любовь. Геральт, наверное, пошутил. Почему? Ничего не случится, если вы узнаете эту историю. В день отплытия белых кораблей Гелван подарил ей солнечный камень. Он думал со временем, сердце Диллиан смягчится. Он велел ей использовать камень, когда она начнет по нему тосковать. Тогда он вернулся бы к ней даже из другого мира. Звучит хорошо. Будем надеяться, нам этот камень пригодится больше, чем той эльфке. Меня больше интересует, сможем ли мы использовать солнечный камень. Вы? Нет. Я, разумеется. С небольшой помощью чародей. Часть которых уже блюет под палубой, а других мы не можем найти. Откуда известно, что камень на Скеллиге? Из легенд. Эльфский. Он хранится там, где столетия назад причаливали белые корабли. То есть, на любом из островов. Прекрасно. Я поговорю с Машауром. Ты знаешь, где он? Я поспрашиваю в порту. Там сейчас стоят дракары краха. Вы можете телепортировать меня на корабль Эмгера? Исключено. Он экранирован сильнее, чем императорское почивание. Можно попробовать пробиться туда силой. Фрингилия нам нужна невредимой. Они знают, что мы здесь? Чародей Эмгера? Безусловно. Если о Фрингилии уже договорились, почему он не вышлет нам ее в какой-нибудь лодочке? Они не договорились. Император обещал безопасность ложа, но... С Фрингилией все сложнее. Она его подданная. И на ней по-прежнему висит смертный приговор за измену. Когда мы, наконец, придумаем, как перебросить тебя на флагман, ты сам узнаешь, в чем дело. Я сам проберусь на корабль Императора. В плавь? С мечами на спине? Да стражники подстрелят тебя, прежде чем ты успеешь произнести белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Не паникуй. Он что-нибудь придумает. Попробуй подплыть ночью. У тебя будет больше шансов. А когда поднимешься на борт, покажи Императору это письмо. Надо напомнить ему, что он обещал. И что получит взамен. Ну, я пошел. Я пошел. Удачи. Так. Крах, Мышавур. Вся банда здесь. Прочитать письмо. Отслеживать задание. Найти солнечный камень. А письмо можно читать, в общем? Тенгелья Викго. Венни Венни Дисси. Это что за фигня? А ну, спросить краха, где находится солнечный камень. Сейчас много всякого потом добавлялось. Мы всегда можем вернуть тебя обратно на остров Туманов. Большое спасибо. Там диалог. Так. Письмо можно прочитать? Меня ведьмы не проклянут за это? Ваше передастское величество. Позвольте напомнить, что наш договор распространяется на всех чародеек, которые пожелают принять участие в рискованном предприятии, успех которого столь важен для нас. Мне трудно поверить, что в данной ситуации, когда мне удалось собрать стольких чародеек, ложе вы лишаете нас общества Фринги Левиго. Я понимаю, что причины личного характера мешают вам остаться со своей подданной, однако уверяю, в этом отношении наши интересы совпадают. Обещаю, что я выполню все условия нашего договора, хотя они потребуют от меня немалых жертв и оставят меня в крайне невыгодном положении. Потому я прошу вас со всей возможной настойчивостью, чтобы вы отпустили Фрингилью. Ну, нормальное письмо. Без матов. Да, Герет? А, все, все понял, все-все. Пошли к Мышавуру. Подожди, в Вене-Венедиси, это где? И что это? Под покровом темноты пробраться незамечено на императорский корабль. А дополнительно что-то есть? Ничего. Дополнение, так. Встреться с Авалахом, найти солнечные камеры. Камень. Давай мы Шавуру найдем. Где тут выход у вас корабля ваша? Добрый бы из тебя вышел моряк. Ташкирового блева. Чтобы пол мыл, как вы. Мне тоже спасибо. Крашка была прибить. Крах, привет. Волк, ты видел? Черные псы, решили нас запугать своими. Посудинами. Да видел, видел. Где Мышавур? У Лугаса. Анкрайд на троне по-прежнему мешает ему, как занозу в заднице. А теперь, едва он черных увидел, у него особенно засвербило. Вот, друид и поехал к этому пустоголовому. Попробует его урезонить. Пожалуй, я присоединюсь к Мышавуру. Мне с ним надо поговорить. Ну иди. А как увидишь этого дурня Лугаса, скажи ему... А, ничего не говори. Друид сам разберется. Прощай. Поговорить с Мышавуром. Солнечный камень. Солнечный, солнечный камень. Вот здесь, Каэр Морхени. Каэр Морхени, Каэр Мюри. Это тюрьма. Ну ладно. Так, а Венни-Венни Дисси, может, провернем? А, нет? Нажешь ночь сейчас? Элис, какое сейчас время суток? Четыре утра. Ну, метка есть. Под покровом ночь. А где ваш корабль-то? Ого! Я думал, он недалеко здесь. Четыре утра. Это нормально? Время суток нет? По-моему, нет. Наверное, меня спалят. Другу оказала своему сыну Бернабран. Подожди, подожди, подожди. Я не вижу, где здесь телепорт сюда. Ну, что, успею. А, ну, давай. Ну, тут, правда, телепорт время какое-то займет. Небольшое. Пока буду телепортироваться. Я же выдохся. Так, ну, давай попробуем. Не знаю, получится, не получится. Ну, опять же, что нужен вечер. Набережная Марлинов. Здесь, по-моему, на меня сейчас нападут эти монстры, да? Пять утра. Ну, это явно не покров ночью. Распогодилось. Распогодилось, да. Пять утра, это, я не знаю. Ничего не замеченным. Ладно, давайте этот крест оставим в покое. Раз утро вдруг настало, поехали к Мышавуру. Карта мира, задание Мышавуру. Солнечный камень. Давайте этим займемся. Так, Мышавуру здесь. Потом будем тогда плаванием заниматься, подплывать, отплывать. Здорово, здорово. Моё почтение, ведьма. Сидел я здесь, помню. В своё время. В этой тюряге. Так, привет. Ой, ребят, зря вы так, зря. Лугас. Ну, не надо было этого делать. Ну, видишь, что у нас... Ну, мы же... Ну, мы же намного круче. Назад. Слушайте, мы как самураи. Единственное, что я немного не завис. Тихо, тихо, тихо. Луга сошлёпнули, нет? Луга сошлёпните. Ну, всё. А, остальных тоже надо, да? Так, дайте мне арт. Назад. Назад. Всё. Поговори с мышавором за пределами земель Лугаса. Сейчас, подождите, добью этого негодяя. Штурм. Штурм, да. Всё, даже шлем слетел. Мышавор, меня подожди, а? Бутерброды хоть соберу. И бутылки. А мы выйдем отсюда нормально, без проблем. Мм, тут сокровища. Я сейчас кур наберу. Чертёж краснолюзский клинок. Это с этого, с Лугаса, выпало, да? В бутылках. Ладно, это я брать уже не буду. Хотя бы, в Тороброды, бы и не помешали. Ой, да тут много чего интересного. Супер встали. Оленья шкура. Мглифигни, свиная, поношенная. Шнурок, алкогест. Ой, прелесть. Тут ещё много всего. Так, всё, побежали за Мышавором. Воды хлебнул и побежали. Сейчас будут нас атаковать другие ребят. А, так он и так сражается с ними. Сейчас. Ребята, из-за этого я вырезать надо. Ну, а что поделаешь? Я думаю, где Мышавором? А он-то сразу сражается. Ещё можно сдаться. Уже нет. Так, мясо жарено. Минутку. И оленя шкура. Отлично. Ой. Э, воняет трусом. Кто там кричит? Ну, крепкий. Даже мой этот не сбивает. Давай игни попробуем. Ах, получилось за игни. Ой. Бил по руке, отрезал всё. Ребят, бегите. Не могу. Я тут сидел просто в этой тюрьме. Хе-хе. Больше не хочу туда. Так, бутерброд. И... И уголь. Подождите. Так. А, вот. Лично опять мусора набрал. Всё, ты сбежал. Вае, как классно. Мышавур. Ничего себе, дед рванул. И не догонишь. Ну что, на лошади, что ли? Здрасте. Увы, ну хватит уже. Погодите, погодите. Вот это и правда смешная. Сейчас, минута. Куда мне бежать? А, сюда. Подальше. Я думал, шутка стоящая. Ну, Мышавур, давай. Ни одна нет. Вовсе нет. Я довольно много пропустил. Дитя краха сидит на троне благодаря тебе. А теперь ты, похоже, разжёг маленькую гражданскую войну. С давних пор корону с Келлиги добывали, проливая кровь. От обычной политики это кровопролитие отличалось только масштабами. Однако резня во время пира в Каэртрольде была совсем другим делом. Её итогом стал очередной ведьмачий заказ, который быстро перерос в расследование. Расследование, которое в результате дало островам Скеллиги новую королеву. Стало быть, клан Друмонд ударит быстрее, чем мы рассчитывали. Я думал, Крах послал тебя хоть как-нибудь сговориться с Лугасом. Сговориться? Только Крах верил, что это возможно, когда дело зашло так далеко. Значит, я не слишком нарушил твои планы? Нет, в этот раз нет. Смерть Лугаса многое изменит. Его двоюродный брат, который станет Ярлом, слабый предводитель. Он глуп. Такая война быстро начнётся и быстро закончится. Но зачем ты вернулся на Скеллиге? Дело у меня. Как дела у Келлис? Она была бы прекрасной королевой, если бы смогла выйти из тени Краха. Все, кроме Лугаса, её поддержали. Но едва на горизонте появились корабли Императора, Ярл взял дело в свои руки. Ах, Ялмар. Он провёл три набега на Императорский флот. Все вопреки воле Краха и все неудачные. И он ещё находит добровольцев на следующие. Очень на него похоже. Да, в этом весь он постоянно на кого-то нападал, убивал, но ничего не получалось. А Керрис, видите, не смогла тоже взять руки оборону. Вероятно, тебе поможет. Он как-то рассказывал о недоступной пещере или развалинах. Где его найти? Сегодня? В Оренбьорне, без сомнения. Ещё порасспросил овсов жемчуга. Матиоса Рыбьей Жабры и Эрлинга. Последнее время они ныряют у мыса над заливом с восточной стороны. Рыбьи Жабры? Так его прозвали, потому что он часами может оставаться под водой. Никто не знает, как он это делает, но у меня есть кое-какие подозрения. Вижу, ты от него не в восторге. Ничего личного. Его отца и деда я тоже терпеть не мог. Спасибо за помощь. Вот ещё что, Геральт. Предки Матиоса и Эрлинга ещё сто лет назад там бы всё растащили, если бы не магические барьеры. Возьми с собой чародейку. Ты же прихватил с собой хоть одну? В этот раз даже несколько. У меня их много. Да хранят нас боги. Так. Поговорить с Бардом по имени Эдли, найти ловца жемчуга и поговорить с ним. Подождите. Так, ещё у меня выгнали. Ближайший камень телепорта. Каменный, вернее, сам телепорт. Далековато. Пока добежишь. Ну и ветер. Вообще-то есть плотва для этого, но я, по-моему, уже близок. Я на твой счёт ошибалась, ведьма. Отлично. Ты так страшно выглядишь. Ты тоже не очень. Чё-то это торговца не помню. А нет, помню. С тобой мы уже виделись. Купить чего-то. Да, виделись. Не думал. Бывает. Я думал, кандидат в гвинт ещё остался в живых. Я к нему постоянно подхожу. Так. Ну, там теперь... Там теперь сложная цепочка квестов будет. Это первый. Это второй. Ну, тут мы были. Эту деревню тоже помним. Тут нас отсюда в тюрьму отправили. Хорошо. Деревня Ферланд. Оно, оно, оно. Это наш корабль же, да? Или нет? А где мы корабль бросили? Поговорить с Бардом. И поговорить с остальными. А мне... Когда ведьму надо с собой взять? Там же шёте. Барьеры. Или сначала с теми переговорить, да, товарищи? Кстати, а где наш корабль? Чё-то как-то бросил его. И забыл про него. А это что за остров? Чё-то такой не помню. Ой, прошу прощения. Ой. А что это такое? Здрасте. А вы кто? Тут лестница сломанная. Какой-то диджей. А что дома у вас? Просто зашёл посмотреть. Немного собрать еды. Могу я это сделать? Пиво забрать. Воды. Ладно, я думаю, ведьму нам потом надо будет забрать. Когда мы поговорим с ныряльщиками. В общем, там тоже, я думаю, будет... Не просто с ним поговорить. У каждого свой квест, небось, будет. Всё тогда. Верните меня обратно. Обратно меня верните к камню. Где тут у вас камень? Блин, верёвок понавешивали. Камень где? А, вот всё. Тут ещё есть алхимик. Ой, извините. Всё, мне в ту деревню. Это ранвейк. Вообще, зачем нам нужно? Нам не нужно. Корабль здесь, кстати. Порджа здесь, правильно? И не туда приплыл. Только что-то квеста на чародейку нет. Наш корабль стоит вот тут. Вон он. Я на нём, наверное, и останусь. До следующей серии. А потом пойдём расспрашивать. Местных. А ты кто? А, понял. А ну, кто-то из наших. Так, так, так. Чародейки, а кто со мной пойдёт? Вас же целых три здесь. Даже больше. Пять даже. Три спойдёшь? Да, Геральт. Нет, ещё рано. Всё, я понял. Пока. Я надеюсь, я смогу выбрать, да? Йеннифер? Геральт. Да. Спасибо. В общем, просто мы ещё не дошли до этой стадии квеста. Я думал сразу взять. Геральта немного носит. Кстати. У меня к тебе вопрос. Да, Геральт. Вот. Что с Маргаритой? Мне удалось ускорить процесс регенерации тканей. Она чувствует себя гораздо лучше. На самом деле, чем быстрее тут окажется Иридин, тем лучше. Совсем скоро эти твои чародейки передерутся друг с другом. Ну, понятно, их тут дофига. Чудесный у вас, Уайен Эйли Мир. Просто замечательный. Расскажи мне, как это у вас получается? Играете тут себе на флейтах, рисуете пейзажики с единорогами во время гона, строите резные башни с цветочками-завиточками, а потом убиваете нас, не моргнув глазом, без всяких угрызений совести. Как? Разве люди испытывают угрызения совести, когда убивают эльфов Айнсиды? Краснолюдов? Бриат? Мы такие же, как и вы. Потому что равно верим в то, что мы лучше других. Похоже, скоро Цири будет не нужна твоя помощь. Как и твоя. Верно. Она будет делать, что захочет, и я ее в этом поддержу. А ты? Ты готов дать ей жить собственной жизнью? Я ни к чему не стану ее принуждать, если ты об этом. Это хорошо. Расскажи что-нибудь об этом карантере. Ты хорошо его знаешь? Знаю ли я его? Я его вывел. В смысле, вырастил? Нет, Геральт. Я начал заниматься его выведением задолго до того, как он родился. Веками я соединял в пары эльфов, которые проявляли определенные способности. Которые могли управлять временем и пространством. Результатом моих стараний стал карантир. Золотое дитя. Золотое дитя, которое выросло и стало убийцей. При первой встрече с Цири ты взял ее в плен. Теперь ты ее оберегаешь, сражаясь против своих. Неплохой поворот. Во-первых, я не брал ее в плен. Она сама меня нашла. Таково было ее предназначение. Ну, конечно, лучше сразу переходи к во-вторых. Почему ты ей помогаешь? Потому что она опасна. Смертельно опасна. Ты видишь в ней человека, ученицу, может быть, даже дочь. Я вижу старшую кровь. Силу, которая может уничтожить мир. Силу, которую любой ценой нужно держать подальше от опьяненного властью Эридина. Мы действуем из разных побуждений, признаю. Но у нас общая цель. И будет лучше, если ты будешь мне доверять. Хотя бы попробуешь. Ну, я, в принципе, это и сделал, когда меня спрашивали. Прощай. Чародейки из лужи. Все, я с ним хотел переговорить. Ты возвращаться собираешься, я не знаю, что сказать. Ладно, друзья, давайте на этом месте остановимся. Дальше идем искать солнечный камень. Потом подключим какую-то чародейку. А потом будем подныривать к МГИРу. В общем, заданий еще много. Готовимся активно к битве. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Shadowed Lplay. До новых серий. Ведьмаке третьем пока.